В последнее время покупка одежды, обуви или иных предметов гардероба происходит нажатием одной кнопки. Достаточно зайти в приложение и выбрать понравившееся изделие. Согласитесь, быстро и удобно. Однако, так ли легко вернуть товар, который в результате непродолжительной носки проявил дефекты. С такой ситуацией можно столкнуться не только на популярных маркетплейсах, но и при покупке товара в магазинах, местах розничной торговли. Ведь доказать покупателю, что вещь имеет производственный дефект непросто, особенно если продавец находится по ту сторону экрана. История пинчанки длиной в полгода является тому примером. В наше экспертное подразделение обратилась женщина с просьбой провести товароведческую экспертизу. На исследование она предоставила пару ботинок. Данные ботинки принадлежали ее дочери. В ходе непродолжительной носки на обоих полупарах ботинок на подошве образовались трещины. В ходе визуального осмотра и микроскопического исследования было установлено следующее, что подошва имеет цельмоформованную полимерную структуру, а также ячеистое образование. Данные ячейки были продавлены в пяточной части обоих полупар. В результате совокупности признаков было установлено, что образованные продавленности решетки подошв образовались в результате естественной носки обуви, что повлияло на образование трещин в продольных частях по грани каблука и в пучковой части подошва. Таким образом, экспертам-товароведам был сформулирован следующий вывод. Исследуемая пара обуви имеет скрытый производственный дефект, который образовался в результате использования некачественных материалов, а также конструктивных особенностей процесса изготовления обуви на стадии его производства. Получив заключение эксперта, Пинчанка повторно обратилась к продавцу, который готов был принять товар с дефектом и вернуть деньги, однако только за покупку. Расходы женщины, связанные с проведением экспертизы, компенсировать отказался. Но закон о защите прав потребителей говорит обратное. Данные расходы в этой ситуации рассматриваются как убытки, понесенные потребителем в результате приобретения некачественного товара, и продавец обязан это требование удовлетворить. Зная это, Пинчанка обратилась в суд за правдой. В досудебном порядке урегулировать конфликтную ситуацию все же удалось. Представитель интернет-площадки согласился на предложенные условия и возместил расходы, связанные с приобретением некачественного товара, а также моральный ущерб по размере 400 рублей. Справедливо? Обращение в экспертное ведомство помогло женщине восстановить законные права и интересы и доказать, что купленная обувь имела производственный дефект. С аналогичными ситуациями в своей практике специалисты Государственного комитета судебных экспертиз сталкивались не раз. Ежедневно путем личных консультаций и телефонных звонков к нам обращаются граждане с просьбой провести товароведческую экспертизу. Обращаются с различными объектами. В основном это одежда, обувь, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника. Сроки проведения экспертиз могут варьироваться, но, как правило, не должны превышать 30 календарных дней. В случае возникновения ситуации, связанной с покупкой некачественного товара, обратитесь к продавцу. Если решить спорный вопрос все-таки не удалось, специалисты экспертного ведомства помогут расставить все точки над «и» в установлении, действительно ли покупка имела производственный брак.